Здравствуйте, дорогие соотечественники! 9 марта 2021 года, время по Астане 23.05, очередной прямой эфир. Как вы знаете, я уже определенное время призываю граждан страны начать акцию Ахниет. Акция Ахниет – это вешать риски на окна, выходящие на улицы домов, и тем самым консолидировать общество, разбудить общество, чтобы люди начали обращать внимание на политику, на людей в политике и сами вступать в политику. Сегодня пошел первый выход акции. Это известный певец Айден Байборо, житель Алматы. Вот он начал проводить акцию Ахниет в Алматы. Сейчас видеокладку поставлю. Ассаламу алейкум, Мардақ Тағайын. Партияларды оппозиция, лидердардың бәрін қолдаймын. Сондықтан соң бесендерлерін бірі Ержан Тұрғынбай ағамыздың жариялып жатқан Ахниет акциясына қосылып. Билікке қарсылымызды. Аққағаз Ахниет арқылы бүлдерді ұсыноватыр. Мен соң акция қолдап жатырм. Сіздерді осы акциян қолдауға шахырамын. Алға, Казақстан! Айген сделал заявлении, что он поддержал инициативу и начал акцию Ахниет. Ахниет призывает граждан страны следовать его примеру. Мы должны наконец проснуться, мы должны наконец предпринимать конкретные реальные шаги по осуществлению перемен страны, реформ страны. А они возможны только в том случае, когда народ, массы, граждане страны будут заниматься вопросами политического характера. Вы сейчас заметили, наверное, такую активность в стране. Митинг за митингом. Прямо глаза хребеттала от митингующих. Прямо торжество демократии мы наблюдаем в Казахстане. Торжество, знаете, политической борьбы. Ну, здесь, опять же, я это неоднократно говорил, что все это постановка, спектакли и фейки. Эту такую хитроумную политику власти Казахстана они первый раз проводят. В июле 2019 года Ахурда заявила в открытии ANSOT, Национального совета общественного доверия, который я сразу же подверг критике. Сказал, что эта фейковая организация признана только для того, чтобы дурачить народ местный и запудривать мозги западным наблюдателям. Эти в ОБСЕ, в ПАСЕ, Европарламенты. В июле открыли эту фейковую организацию. Указан Тухаева. 6 сентября провели первый стол. Засняли там все. Как там люди возмущаются. Выдвигают идеи, спорят. Процесс такой, да. 10 сентября 2019 года это видео все повезли людей, которые отвечают за это. Балаган. В ООН. И там, перед представителями ООН, которые заслушивали конкретно Казахстан по вопросам защиты прав граждан, соблюдения прав, свободы слова и т.д. Вот там они отчитались. Вот видите, мы, говорит, создали национальный совет. Это члены общества гражданского, политологи, журналисты, видны, деятели искусства, культуры, простые граждане, рабочие, крестьяне. 44 человека, вошли в инсот. И вот так вот мы сейчас строим диалог. Мы, говорит, сделаем так, как положено. Мы закон поменяем. И вот два года морочили людям голову. Провели президентские выборы, незаконные, фейковые, парламентские. В феврале 2021 года, в этом году, Европарламент жестко скриптовал ситуацию в Казахстане. И обратил внимание, я дословно процитирую ресурс Адам Дарка. Обратил внимание на тревожное ухудшение общей ситуации с правами человека и репрессии в отношении организации гражданского общества в Казахстане, которые были отмечены в последние недели. Жесткие ограничения, наложенные на право, на свободу выражения мирных собраний и ассоциаций. По мнению европейских парламентариев, гражданское общество и правозащитная организация, работающая в Казахстане, подвергаются растущему давлению и наказанию со стороны властей и стороны, что препятствует усилиям по реформированию и ограничивать важную работу гражданского общества. Так замысловато, умно европарламентарии написали, да? Я сейчас не могу проверить, у меня эфир идет прямо или нет. Минутку, секунду. Интернет очень плохой, Виталий. Тоже иногда зависает страшно. Это даже хуже, чем Казахстан. Экономят на всем. Итальянцы. Показывает, вроде идет запись. Вот, власти среагировали и запустили эту сейчас митинговую активность. До этого, видите, в прошлом году были эти Уян, Хак, Республика, митинг за митингом. Потом правозащитники, там, Бахчан Тури Гожина, Галамагулелов тоже митинг провели, там, 500 человек собрали. Ладошки хлопали, ладошки хлопали от восторга. Вот сейчас эти женский марш. Эти резьбиянки, феминистки, проститутки там вышли. Тоже, говорят, наши права ущемляются. ЛГБТшники, правозащитники среди них. Организаторами вот этого действия, 8 марта выступила независимая организация КАСФЕМ, ФЕМАГОРА, ФЕМИНИТА, Общественный фонд СВЕТ. Участвовали представители разных поколений, профессий, сфер. И обратите внимание, школьники, студенты, правозащитники, участницы и участники разных арт- и фем-групп, представители культуры, искусства, науки, медиа и спорта. Вот здесь сразу люди должны понимать, что вот школьников даже привлекли, больше тысячи человек участвовало в Алматы. ЛГБТ, власти помогали там, ну как положено, как в Европе проходят эти митинги, обеспечивают безопасность, охраняют их, да. Но школьников организованно, вот смотрите, насколько эти иезуиты лицемерные такие, да, вот на простые митинги, когда граждане хотят какие-то вопросы осветить, взрослых людей не пускают. А здесь массово, школьникам, именно где идет пропаганда там, ЛГБТ, это же вопрос, в какой стране, да, вот эта пропаганда идет. Не смотрят на это. Запрос есть с Европарламента, получили они это, нагоняй. И вот ответили, мы говорим, демократичная сторона, у нас вот даже, несмотря на то, что Казахстан мусульманская сторона, простор, ЛГБТшники, лесбиянки, кто хочет, пожалуйста, проститутки там выходят, требуют права. Прямо как в Америке, Париже, ничем не хуже. Так, это Адам Даркак пишет, проведение марша в Международный женский день стало прямо традицией для ФИН Движения Казахстана. В 2017 году 20 человек всего лишь участвовало. Обратите внимание на такой факт. 8 марта 2020 года Алина Осиновская и Фариза Оспан подверглись судебному преследованию. Их штрафовали за то, что они проводили, а власти не санкционировали, там мало людей было. А здесь вот прямо, я только что объяснял причину, да? В этом году солидарно с участницами женского марша в официальном совместном заявлении выразили посольство Бельгии, Болгарии, Канады, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Северной Ирландии, Латвии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Фейцарии. Ее представительство Европейского Союза, Казахстане. Вот смотрите, официально они поддержали, приветствуют. Как все, оно там как будто все пошло. Как прекрасно все у нас прямо бьет, да, вот эта демократия, митинги. Вот Пахчан Турегожина, это правозащитность, это крупный женский марш, это прошло в Казахстане. Трубят везде все. Я сейчас поставлю небольшое видео ребенка, 17-летнего ребенка, не просто участвовать, а ее поставили одним из организаторов, координаторов. Меня зовут Мира Ангарова, мне 17 лет, и я очень счастлива быть координаторкой этого марша. В прошлом году, 8 марта 2020 года, еще до карантина, я вышла на женский марш. Мне удалось быть координаторкой этого марша и быть в оргкомитете. Вот ребенка, ей 16 лет было в прошлом году, с тех пор уже привлекает власти, вот пиарит, раскочегаривает. Для чего? Опять же для того, чтобы кому-то запудрить мозги. Вот слушатели кто? Европарламент, депутаты этих европейских стран, Конгресс США. Вот они, потребители вот этого зрелища. Уже власти на этом не останавливаются, там гулять так гулять так, как говорится. Митинг адвоката на носу 13 марта его декларирует. Опять же Бахчан Турегожина, вот такая митинговщица стала, прямо разбойница, 13 марта, 14 часов, согласованный митинг. Вот теперь я сейчас скажу, что за этим митингом стоит и кто стоит. Стоит вот эта вот нарутановская адвокатша, нарутановская девица, которая в свое время Назарбаев сделал там героем, в Америку ее отправляли. Опять же это сценарий. Скоро республиканская коллегия адвокатов избирает своего председателя. И я сейчас вижу, Ахурда активно продвигает Айман Умарову на хорст председателя этой общественной организации, значимой для страны. Вот ее такой защитницей, прямо адвокатов хотят выставить, что она митинг проводит, требует там. Министерство естествии продвинуло законопроект, который ущемляет права адвокатов, юристов. И здесь Айман Умарове дают такой, знаете, карт-бланш, чтобы она выступила на защиту, митинг провела, заработала тем самым себе политические очки и заняла позицию председателя республиканской коллегии адвокатов. Я бы на эту тему уже предупреждал. Адвокаты, не ведитесь на этот лохотрон. Все постанова, все спектакль этих бандюганов во власти. Все эти митинги, все эти послабления, на первый взгляд, это все профанация. Мамай тоже ходит уже, свои дивиденды собирает, Жамбулат Мамай. Вот Казниус интервью берет у них, Жамбулат Мамай. С представителями Европарламента, говорит, встречался, с представителями американцев, уже интервью им дает, что вот мы, говорит, Кеплинг или Келлинг, там какую-то хрень опять придумали. Нас депрессируют, нас протесняют, не дают нам развернуться. Типа идет пропаганда тех людей, которые по замыслу властей должны сейчас, в ближайшей перспективе. Если в этом году они, может, замутят это или в следующем году, зарегистрировать партию, где партия Мамая, туда будут загонять вот этих всех, кто митингует, шагает, Оян, Хак, Ельтрега. Вот все, что там открывается в Казахстане активно, я же говорю, как блох высыпали, и все они прыгают там, митингуют. Это все сценарий, дорогие друзья. Конечно, очень трудно вот среди этого балагана, вот этих спектаклей, вот этих продажных бесконечных людей, продажных атынов, продажных журналистов, этих лесбиян, ЛБГТшник, проституток, проституток политических, общественных деятелей. Вот когда они в такой спектакле активно участвуют в сценарии, разработанном Аккорде, простым гражданам очень трудно найти истину. Но нам необходимо установить истину, чтобы опять не быть обманутыми, как 30 лет происходит в нашей стране. Я это через день, как минимум делаю эфиры, объясняю. Я не то, что вот я их хочу ахать, как будто я, как будто, знаете, завидую. Нет, друзья, один из методов работы движения Иркингаза, это разоблачение проектов Аккорды, разоблачение этих диверсантов Аккорды, прямо так, если называть, да, это Мамая, Хосановы, Бапи, эти Дувановы, эти Бахчан, Турегожины. Они все понимают, все прекрасно, что участвуют в спектакле, но, тем не менее, свою роль играют. Играют, да, и уже на протяжении многих лет дурачат. Поэтому, дорогие граждане, дорогие сограждане, дорогие друзья, не давайте себя обманывать. Не ведитесь на эту дешевую, фейковую спектакль, их концерты. Я, вы же обратили внимание, я критике подверг, что Европарламент выписал резолюцию в феврале, и граждане начали уповать на Европарламент, какие-то свои планы строить. Я сказал, не надо строить какие-то планы на обещания депутатов, на Европарламент, и даже на Конгресс США. Вот видите, вот здесь, когда вот такое действие произошло, вот это организованное, вот 8 марта, сколько их, 20 посольств прямо захлопали в ладоши, да, как будто гражданам страны, вот его не хватало. Гражданам страны строят более глобальные, более серьезные вопросы, темы. Это в первую очередь, в 2019 году произошел захват антиконституционной власти, президент Тукаев фейковый сел незаконно, мы смолчали. Мало того, вот эти ансодовцы пошли, представители гражданского общества, зашли в эти фейковые организации, ансод, начали сотрудничать с ними, переговоры вести. Вот теперь получили в этом году фейковые выборы, фейковый парламент. Я сейчас в парламенте, люди которых мы не избирали. Вот две, вот два главных вопроса, которые мы не должны снимать в повестке дня, и этот вопрос решить. Именно на это направлены планы по созданию партии Хал Тандауа, выбор народа. Я сейчас не буду повторяться, я уже каждый день говорю, люди должны уже понимать, как там действовать мы должны пошагово. Я говорил же, я приведу доказательства своих слов, что на Европарламент или Конгресс США сильно обращать внимание не нужно. Я сейчас короткое видео подставлю. Это Осет Матаев, известный журналист, у нас недавно брал интервью в феврале месяца у американского посла. Послушайте, что он говорит. Вот почему в Казахстане, по Казахстану нету такого списка магнитского? Потому что у нас еще хорошее отношение с Казахстаном. И мы можем, конечно, обсудить эти вопросы окрыто и окровенно. И мы думаем, что в случае Казахстана этот способ работает лучше. И у меня хороший пример для вас, Осет. Вот видите, Осет Матаев сразу задает конкретный вопрос, почему не реагирует руководство США на беззаконие, произвол, беспредел, проявление диктаторства со стороны Назарбаева. Но он говорит, мы претензий не имеем, мы, говорит, то, что, говорит, их просим, они исполняют. Вот в 19-м году ООН запросили определенные требования. Они вот спектакль сделали с Инсодом. Вот сейчас пошли вот эти митинги. Мамая, вот это, Уян, Казахстан, Хак, Республика, Ельтрегэ, там, Нуротановец какой-то, Альжанов или кто. Вот у него срок заканчивался, он типа хлопнул дверь и ушел, открывать, говорит, народную партию будет. Уже я вчера смотрю в Фейсбуке, сегодня на Фейсбуке заметил этот рупор Аккорды. Нарымбай у него берет интервью. Очередного этого артиста он сейчас начнет рекламировать, будет призывать людей. Давайте, увидим, это Ельтрегэ или как там его партия. Свою какую-то он якобы будет открывать, Нарымбай, этот клоун-партию. И вот видите, нет конца вот этим проходимцам, подонкам, которые играют спектакли, сценарий, которые пишутся в Аккорде. Нет никакой необходимости уповать на Европарламент, на США. Вот вы сами слышали, посол США сказал вопросов нет. Я отдельное видео подготовлю по этому интервью, которое взял Осет Матаев у посла. Там много вопросов можно обсудить, я сейчас время здесь не буду отнимать. Я просто здесь привел, насчет Европарламента разговор зашел же. Акк Магнитского преобразовался в закон Магнитского. Он был принят в США. США приняли его, потом уже Европарламент продублировал. Они входят в блок НАТО, Североатлантический альянс, главную скрипку там играет Америка. Вот они там попросили, они продублировали. Поэтому все такие акции, особенно направленные на то, чтобы с реакцинаторскими режимами бороться, исходят из Америки. Здесь нам ни на кого не приходится надеяться, дорогие друзья. Я почему говорю, мы должны найти свой путь. Я объяснял, чем были обусловлены бархатные революции в Грузии, Армении, Киргизии, Украине. Там эти революции бескровные проводила номенклатура этих стран. Это депутаты, олигархи, деловые люди этих стран. У них была такая возможность. Люди там сидели в парламенте, в той же Киргизии, вот это Садр Жафаров, он в парламенте сидел до этого, как в чём его посадили, его сторонников много было. Также и в Армении Пашинян в парламенте сидел. У нас нет, у нас тотально всё зачищено. И мы должны свой путь избрать. Я обозначил этот путь. Мы должны сконцердировать народ на идее создания народной партии Халатандава. Первый шаг, который позволит сконцердировать общество, сегодня Айден сделал. Ах, нет, он повесил на окно простую бумажку. На окно можно повесить с внутренней стороны квартиры свои, дома, машины, в автобусе, везде вешайте. Мы таким образом друг друга будем подтягивать. Это консолидация будет, произойдёт. Люди будут видеть на окне любого города, Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, ну, всех городов, посёлков, районов, да, белой лист бумаги будут задаваться вопросом, что это такое. Это означает, что граждане страны выказывают недовольство действиями властями. Мы хотим перемен. Мы хотим, чтобы нас слушали. Мы хотим, главное, открыть свою народную партию, чтобы наши представители, представители народа, вошли, зарегистрировали свою партию, вошли в парламент. Мы хотим, чтобы Конституция работала. В Конституции чётко написано, власть должна принадлежать народу. Именно вот таким образом мы должны попасть во власть. А всё остальное, вот эти митинги, вот эти вот выступления блогеров, я сейчас им характеристику тоже дал, это жершлаг, сказители. Это ещё в средние века у нас было. Блогеры ходят, сотки берут, записывают, и каждый день одно и то же повторяют. Прегейк, давайте объеднимся. Всё уже проходили, результат не даёт. Я надеюсь на эту акцию, я в первую очередь, конечно, надеюсь, что народ поддержит. Потому что если народ не поддержит, если народ сам активно не будет входить в это дело, никаких перспектив у нас не будет, мы так и будем сидеть с озерцателями. Нас будут обборовывать, и ничего у нас не изменится. Поэтому сделайте выбор, сделайте свой первый шаг. Мы должны начать бороться за свои интересы. Алга-казахстан.